В эфире библейский портал Экзегет. Нам задали вопрос, почему говорится Пресвятая Богородица, спаси нас, ведь спасение может быть только через Христа. Нам для спасения даны заповеди. Что такое заповеди? Заповедь Божия – это проекция на жизнь человека внутри Божественной жизни, вот ни больше, ни меньше. Когда Господь творит человека по образу и по подобию, образ – это то, что дано, подобие – это то, в чем мы должны возрасти, и исполнить слова апостола Павла из послания к фессалоникийцам – «В вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе». Или «Доколе не отобразится во мне Христос». Тоже слова апостола Павла. И вот заповеди Божии помогают нам в этом. В них есть поэтому тайна. Бог свят, и ты призван к святости. Бог чист, и каждый из нас призван к чистоте. А еще заповеди, как откровения о том, как Бог живет внутри себя, они реализуются в нашей жизни, в том числе в знаменитой пятой заповеди Доколога о почитании отца и матери. «Чти отца твою, матери твою, да благо тебе будет, долголетием будешь на земле». Как известно, эта заповедь настолько важна в человеке для Бога, что только за ее одно соблюдение Он обещал нам долгую и благую жизнь на этой земле. Больше не за одну заповедь. И, конечно, это связано с тем, что Бог эту заповедь соблюдает. Мы знаем, что Иисус находится, Христос находится в послушании у Бога Отца. Был послушлив даже до смерти, смерть ежекрестной. Он послан Отцом, и Он в послушании проходит этот страшный путь, заканчивающийся Голгофой. Мы знаем из Евангелия от Луки, что Христос находится в послушании своей матери и мнимого отца Иосифа. Что это значит? Это значит, что Он подметает стружку с пола, Он осваивает рубанок, долото, потому что Его названный Отец — это плотник. И Он находится в послушании после Его потери в Иерусалиме, когда Ему было 12 лет. И в этом смысле наше упование на Пресвятую Богородицу совершенно понятно. Вот мы открываем Евангелие от Иоанна и читаем во второй главе о празднике свадьбе, о празднике в Кане Галилейской, когда Господь творит первое чудо. Давайте вслушаемся в одну строчку из этого знакомого на всем повествования. Вина не имеют, вина нет у них, говорит Пресвятая Богородица. Что это значит? Представьте себе, кончилось спиртное на свадьбе, стыд и позор. Потом всю жизнь будут вспоминать, они уже будут пожилы, а это те самые, у кого на свадьбе не хватило спиртного. Представь, Богородица хочет, чтобы это был праздник. И она, уповая на своего сына, просит его сделать чудо, первое чудо сотворить. Она надеется, но она так как бы подходит немножечко скромно. Вина нет у них, ну помоги. Он говорит, что мне и тебе, жену, еще не пришел час мой. Она ему не перечит. Матерь его сказала служителям, что скажет вам, то сделайте. Знаете, как мама уходит куда-то и говорит сыночку, ах, какой беспорядок в комнате. Она не говорит ему на виде порядок, но сын прекрасно все понимает. А теперь давайте вслушаемся. Еще не пришел час мой. То есть в замысле Бога, в промысле Бога о мире, в его представлении не должно было состояться первого чуда здесь на празднике в Кане Галилейской. Он промыслил где-то в другом месте при других обстоятельствах его сотворить. Но вот на такую смиренную просьбу своей матери Бог меняет свою волю. Знаете, вся вселенная поворачивается по-другому, не так, как Бог задумал. Первое Христово чудо совершается по просьбе Престой Богородицы. Мы на это и уповаем. Почему он ее слушается? Потому что это слушается тот, кто дал заповедь о почитании матери. Для него естественно слушаться свою земную мать и своего небесного отца. Вот поэтому, конечно, наши молитвы к ней, наши молитвы к ней рассчитаны на это. Мы же все семья, в каком-то смысле, мы все братья Иисуса и усыновлены им, Отцу Небесному, через его крестный подвиг и воскресение. И в том числе мы усыновлены его причистой матери земной через слова, которые он сказал на кресте. «Се сын твой, Иоанна Богослову, все матерь твоя». Поэтому мы просто знаем, мы особенно даже не богословствуем, мы просто знаем, как сильно ее ходатайство. Вот начиная с Каны Галилейской. И поэтому мы ей молимся. Вот поэтому она столько может. Но не только поэтому. А потому что Матерь Божия — это человек, который выше всех поднялся в уподоблении Богу. Честнейший Херувим, славнейший без сравнения Серафим. То есть, чище, честнее, святее тех, кто никогда не грешил. И это ее огромный труд. Как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, когда католики принимают догмат соборно о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы, они умоляют ее достоинство. Они исключают ее из борьбы. А это ее огромная борьба. И мы знаем, что много молитв может праведных поспешествуемо. И чем выше праведность человека, чем ближе он к Богу, тем больше может его молитва. Кто, как не Божья Матерь, может предстательствовать за нас в молитвах? Поэтому мы на нее уповаем. Вот Пресвятая Богородица, спаси нас. С радостью мы всегда произносим эти слова.